Эти фотографии, согласно Госдепартаменту США, доказывают причастность России к протестам на востоке Украины. В Госдепе утверждают, что люди, захватывающие административные здания, также принимали участие в операциях в Грузии в 2008 году. Эти снимки были отправлены в Киев делегации ОБСЕ. Официального представителя Госдепартамента США Джен Псаки во время ее пресс-конференции буквально засыпали вопросами об этих фотографиях. На фотографиях, которые появились в мировых СМИ, в Твиттере, и которые находятся в открытом доступе, видно, что на Украине присутствуют люди, чья внешность указывает на их связь с Россией. Мы много раз заявляли об этом публично. Вы сами можете делать выводы, похожи эти люди или нет, на тех, кто принимал участие в других событиях. Но вы называете эти снимки доказательствами. Вы считаете, что такие доказательства можно будет предъявить суде? Не думаю, что с юридической точки зрения. У нас здесь не судебный процесс. Мы просто показали, что эти фотографии – доказательства связи, о которой мы говорим уже несколько недель. То есть вы утверждаете, что США с их эффективными методами сбора разведывательной информации, с их источниками и так далее, теперь опираются на фотографии, которые открыто размещают в интернете, Твиттере и других соцсетях. Думаю, с моей стороны будет справедливо отметить, что мы анализируем как секретную информацию, так и доступную всем. Но эта серия фотографий, как вы верно сказали, находится в открытом доступе, в Твиттере и мировых СМИ, и вы можете сами сделать выводы. Вы сказали про этих людей, что они похожи, что они выглядят как? То есть вы имеете в виду их внешность? Что они выглядят как люди, связанные с Россией? Думаю, я уже ответила на этот вопрос.